Привет, друзья! Добро пожаловать в мой дом, которому исполнилось недавно один год. Сейчас уже прошел год и месяц с момента его постройки. Так что я решила показать, как мы обустроились и какие изменения произошли за это время. Если вы помните малютку Драцену, то она уже не такая уж и малютка. Сейчас она с меня ростом. Хотя, когда мне ее подарили, она была ниже плеча. Ах, как вымахала. Я очень рада выбору цвета стен все-таки, несмотря на то, что они считаются марками. На их фоне отлично контрастируют растения. И вот, например, такая замечательная игонка. Нет, гекконы. Все-таки гекконы из Костерихи. Появилась еще одна цветущая радость. Очень скоро в наш дом придут делать гарантийный ремонт косметический. Вот, например, будут ликвидировать подобное безобразие. Дом все-таки новый. Стены еще гуляют. И кое-где вылезли шурупы. Их будут вкручивать дальше, а потом еще закрашивать. Грунтовать и закрашивать. Ну, и чуть-чуть подкрасть всякие. Пятнышки, образовавшиеся за год эксплуатации. Заглянем в гараж. За этот год у нас поменялись обе машины. Второй машины нет. Потому как Рома на работе. Под потолком образовались всевозможные полочки с барахлом. Вот еще одно нововведение. Это три мусорки. Сейчас мы разделяем мусор на recyclable. То есть подвержены последующей переработке. Как-то так. Compostable органический. И все остальное. Здесь висит график. Вывозит мусор отдельно. Приезжает машина. И в один прекрасный день на улице образуется такой лес из зеленых, синих или черных мусорок. Нам эта система очень нравится. Потому как все, что помогает природе, не может не нравиться. Спускаемся в бейсмент. В одной части не поменялось ровным счетом ничего. И в ближайшем времени не поменяется. Потому как что-то там достраивать мы не собираемся. Все та же лаундри рум. А вот в левой части, где обосновался Рома, появился его стол. Так называемый Manscafe. Мужская пещера, где Рома от меня прячется и готовится к очередному экзамену на сертификат power-инженера. Вот уже один сертификат у него висит. Скоро, наверное, появится второй. В бейсменте летом классно, когда на улице плюс 30, здесь прохладненько. Зимой здесь походу тоже прохладненько. Ну, я, честно говоря, не знаю, это на дуром и спрашивать. Он особо не жалуется. Вот такой бейсмент. Поднимаемся назад. Здесь на главном этаже чуть больше ворохла появилось. И самое главное наше достояние это аквариум. Мы очень любим аквариум. Этот привезли из Америки. Пока что он у нас один. Я ему посвящаю отдельные посты. Так что, если читать им и блог, то вы его уже видели. Калаш на месте. Мне кажется, это идеальное место для аквариума, потому как его видно со всех сторон. И прямые солнечные лучи не попадают. Вот. Картина, о которой я мечтала много месяцев. Потому как она полностью отвечает моему представлению о стиле урбан джангл, да. Теперь мы уже вроде как и в джунглях живем. Просто. Не знаю. Всем соседям нравится. Мне тоже. Как видите, занавесок у нас так и не появилось. Наверное, некоторые читатели, подписчики блога упадут в оморок от этого факта. Но мне так и не захотелось их повесить. Тем более, мы сейчас располагаемся в таких зарослях. Никто нам не мешает отдыхать. Стол по-прежнему. Стол. Растений прибавилось. Всевозможных. Моя маленькая коллекция эрплэнсов. Эпифитов. Ну что, здесь все по-старому. В кладовке уже заглядывать не будем. Там ничего нового не появилось. Это мои родители, которые скоро приедут. Никогда не любила магнитики из путешествий. Но просто мне никогда не было своего холодильника. А так как я люблю всякие заметки и календарик, то они мне здесь сейчас очень нужны. Поэтому с последних поездок мы все-таки что-то привозим. Yellowstone, Banff. Это Jasper. Черный канадский юмор. За год особо ничего не посыпалось. Все нормально держится. чайки из Костырики. Ровно год назад я точно так же стояла здесь и махала рукой. Вот и время летит. Ну что, идем дальше. Маленькая комната до сих пор пустует. Здесь уже появилась занавеска сиротливая, потому как здесь будут жить во время визита это мои родители. Это будет их спальня. Это сделала Ромина мама. Такая у нас сказочная страна здесь. Красивая картина. В нашей спальне увеличилось только количество цветов. тумбочками мы так и не обзавелись. Ну, куда-нибудь и не появится. И хотелось бы какую-то картину. Так что спальня у нас слегка недоработанная. Вот комод. Есть. В таком слегка винтажном стиле. Моя любимая клетка. Здесь, наверное, все по-старому. Ничего нового. Семейные фотографии. Шкаф. Шкафу тоже ничего нового. Только чуть-чуть барахла прибавилось. Ну, это нормально. За год жизни все-таки обрастаешь чем-то. Особенно, когда появляется свой дом. Пойдем посмотрим, какие изменения произошли на деке. Собственно, на самом деке ничего нового не произошло. Ну, вот. Ага. Как это. Ну, вот. Наша жаркая улица. Опять-таки, если вы читали мой блог, то огород вы уже видели. немножко несчастный газон. С этой стороны еще ничего. А здесь придется его перекладывать. Но мы уже это оставили на более прохладный сентябрь. потому как в Юре слишком жарко. Фаерпит, где мы собираемся по вечерам. Ну, вот, собственно, и все. Еще у нас были реализованы кое-какие ландшафтные маленькие проектики. но я им посвящу отдельно. Если не видео, то пост точно. Так что спасибо, что зашли. Заходите еще. Наша улица. У соседей появляются газоны. Так что нам уже не так тоскливо. Кое-где посажены деревья и цветы. неплохо видно. Даже пальмы есть на улице. Цветы я люблю. Ну, что, до встречи.